Всем привет! Я русская многодетная мама с ирландской фамилией и автор детских книг, оцеленных на развитие эмоционального интеллекта ребенка. В своих книгах я очень простым языком, совершенно базово объясняю детям, что такое эмоции и чувства, и как их регулировать. Что же на самом деле такое эмоциональный интеллект? Первое. Это наше умение понять, какие эмоции накатывают. Второе. Умение остановиться, чтобы принять правильное решение, как реагировать. Третье. Умение успокоиться, чтобы не принимать это решение в состоянии заведенности. И четвертое. Это эмпатия. То есть умение понять, что чувствует другой человек, и посочувствовать ему, и принять его, скажем так, в точку зрения. Все это необходимо для успешной жизни вашего ребенка в будущем. Так как же развивать эмоциональный интеллект вашего ребенка? Принципиально есть четыре этапа. Этап номер один. Нужно научить ребенка понимать, какое чувство он испытывает. И озвучить это чувство. Делается это очень просто. Делается это с самого раннего возраста. Вам очень важно проговаривать эмоции и чувства, которые испытывает ваш ребенок. Например, вы говорите, дорогой, я знаю, что ты рассердился. Или ты завидуешь кому-то. Или, например, какая радость. Или ты обиделся. Или я знаю, что ты удивился. Таким образом, проговаривая эти названия, словесно проговаривая эти чувства, мы, во-первых, устанавливаем связи в мозгу ребенка между тем, что они испытывают, и конкретным словом. А во-вторых, мы учим своего ребенка в будущем сказать вам это, чтобы вы могли ему помочь справиться с этим чувством. Первый этап очень хорошо рассказан в моей книжке «Почему я». Здесь очень простыми словами, на очень простых историях из жизни конкретного ребенка показано, какие чувства он использует в той или иной ситуации. И какие эмоции, то есть какие сигналы посылает ему тело, которое связано с этими чувствами. Это первый этап. Второй этап – это научить вашего ребенка успокоиться. Он также хорошо описан в этой книжке. Существует много способов успокаивания. И важно, чтобы ребенок знал их все. Только тогда он сможет найти тот способ, который работает лучше для него самого. И самые простые способы успокоиться тоже описаны в этой книжке. Этап номер три. Научить вашего ребенка регулировать эти так называемые негативные эмоции. В моей следующей книжке, которая сейчас только готовится к изданию, на примере очень простых историй из жизни детей, будет рассказано, когда возникает то или иное чувство. А большое количество рабочих страниц поможет вашему ребенку проработать это чувство и найти пути, которые помогают именно ему справиться с ним. Четвертый этап – это эмпатия. То есть умение сопереживать. Умение понимать, что чувствует другой ребенок. И это очень важно, потому что это делает нашу жизнь намного более приятной. Каждый день. Я надеюсь, что это короткое видео помогло вам понять, что такое эмоциональный интеллект, зачем он нужен и как развивать его в ваших детях. Надеюсь, увидится с вами на странице своих книг.